Открытие целого ряда медицинских объектов запланировано на этот год в Тверской области. В частности, это новая поликлиника в Старице, обновленная центральная районная больница в Бежицке. Однако мало построить медучреждение. Не менее важно наполнить его квалифицированным персоналом. С этим Верхневолжье большая проблема, при том, что в регионе есть один из лучших медицинских вузов страны. Тверской медуниверситет традиционно является главной кузнецей кадров для медицины Верхневолжья. Помимо иностранцев, наш вуз пользуется популярностью у жителей многих субъектов России. Таких как Московская, Калужская, Псковская, Ярославская и другие области. Сейчас здесь учатся 4218 студентов, из которых 530 в ординатуре. Ежегодно вуз заканчивает несколько сотен человек. И тем не менее, проблему нехватки врачей в регионе пока решить не удается. В первую очередь в глубинке. Студенты наши боятся, что у них не будет профессионального роста в районе. Что им будет сложно сразу одному без устных специалистов справиться с тем объемом работы, который будет сразу обрушиться на него. Традиционно основным механизмом решения проблемы нехватки кадров является целевой набор. Это когда будущий медик заключает договор с медучреждением. В обмен на облегченный конкурс при поступлении, материальную поддержку и прочие виды помощи, он затем обязан отработать в данной больнице или поликлинике определенное количество лет. Помимо этого, в Тверской области предпринимаются и другие шаги по закреплению кадров на местах. В Торжке, например, реализуется совместный проект между ТГМУ и местной районной больницей, а также администрацией. Они дают наставников, то есть на одного наставника один ординатор. Они обеспечивают в рамках нашей программы необходимыми компетенциями, дают возможность руками работать ординатором. Мы этому ординатору кураторскую поддержку кафедры. Администрация района со своей стороны представляет общежития и определенные социальные годы. По словам Аллы Соловьевой, за такими проектами будущее. Однако все это при условии, что целевику не предложат куда более весомую зарплату в другом регионе. Например, за невыполнение условий договора такой выпускник должен выплатить более 360 тысяч рублей. Но при этом находятся субъекты, где готовы погасить за выпускника Тверского медуниверситета данную сумму, лишь бы тот переехал работать к ним. Так что выходом из этой ситуации должны стать создание комфортных условий жизни и работы в сельской местности, а также конкурентная заработная плата.